Игрыинфо.ру И творческая группа GNC Представляют Темнота враг молодёжи в темноте не видно гоблина А это главное условие для выживания нашего 200-летнего протагониста гоблина по имени Стикс Сей мелкий зловредный субъект с замашками закоренелого интернет-труля предстаёт перед геймерами уже не первый раз Ещё в 2012 году вместе с напарником, огромным орком, он пытался добраться до императора людей И как следует навалять ему люлей в игре Of Orcs and Men Тогда Стикс полюбился многим игрокам И этого оказалось достаточно для того, чтобы ребята из студии Cyanide начали делать отдельный проект, посвящённый жизни этого сорванца Когда тебе больше 200 лет, ты первый, кто появился из гоблинов на свет И, к сожалению, а может и нет, единственный из всего рода, кто обладает интеллектом Приходит, пора задуматься над вопросами, кто я и откуда я появился Если вы думаете, что эти вопросы очень сильно волнуют такую циничную сволочь, какой является гоблин Стикс У которого за плечами набрался уже не один курган трупов То вы ошибаетесь Нет, ему, конечно, интересно узнать, как он появился на самом деле Послушать рассказ про пестики, тычинки и всё такое Но основная цель — это могущество Скрытое в башне Акинаша, где люди и эльфы защищают дерево мироздания И параллельно пытаются навалить друг другу кучу под дверь И сердце этого самого дерева нам и предстоит свистнуть Как вы уже поняли, несмотря на свой маленький рост, планы у Стикса очень даже большие И для воплощения этих планов в жизнь придётся прилично попотеть Исходя из всего вышеперечисленного, а также включая физические данные нашего протагониста Становится понятным, что оптимальный жанр, куда вписывается наш герой — это стелс И ребята из студии Цианит постарались сделать всё, чтобы геймерам было максимально комфортно в этих рамках Для этого Стикса нашпиговали различными способностями для тихого уничтожения врага Условно их можно разделить на две категории К первой относятся такие способности, как уход в тень, она же возможность становиться невидимым на короткое время Истинное зрение, позволяющее видеть, например, метки, оставленные нашими союзниками Или же просто подсвечивающие металлические круки, по которым можно быстренько сдриснуть подальше от злых солдатиков Жаждущих нашего комиссарского тела А ещё есть возможность создать неразумного клона Выглядит сей процесс, конечно, не очень эстетично, но многие его наверняка наблюдали и в реальной жизни, и наверняка не один раз Все эти и некоторые другие способности завязаны на использовании магической силы Пополнять которые можно с помощью флакончиков с янтарём, расставленных на уровне Вторая категория способностей завязана на физических данных коротышки Например, атака из засады или сверху Увеличение дистанции, на которой можно метнуть нож и многое другое Отдельно отмечу ветку на увеличение инвентаря Так как разработчики показали нам кукиш И заявили, что с собой таскать можно не более, чем каждой тваре по паре По этой причине хомяк внутри плачет и дрыгает лавками Как же так? Всего на пару флакончиков этого, пару флакончиков того, пару метательных ножей А это для нас очень нужная и действенная вещь Особенно, когда надо включить экшен, который не так уж и часто радует нас своим появлением Но об этом чуть позже Кроме умений, разработчики очень хорошо поработали над дизайном уровней Вариантов, как попасть из точки А в точку Б, предостаточно Хотите, по крюкам на стенах допрыгайте Хотите, различными отноргами ползайте Или, например, по балкам над потолком пройдитесь Вариантов много И все зависит только от вашего выбора При желании можно пройти вообще никого не убив на уровне Что касается самой прокачки умений, то тут все просто Выполнили задание, получили единичку таланта, прокачали навык Кроме задания, возможны дополнительные бонусы, например, за то, что вас ни разу не засекли В любом случае, какое бы умение вы не использовали, лучше делать это в темноте Причем разработчики учли и этот аспект, научив нашего протагониста тушить факелы Тушить свет можно как подойдя вплотную и банально накрыть огонь Так и дистанционно, метнув горсть песка с приличного расстояния Благо, песочек можно найти во время от времени попадающихся на глаза мешках Кроме различных плюшек на уровне, наш бравый гоблин имеет и свое собственное убежище Куда ему предстоит возвращаться с заданий И где есть возможность восполнить запасы необходимых склянок Будь то лечилка или пузырек с кислотой А теперь поговорим о грустном Как уже упоминалось ранее, в игре есть большие локации Предоставляющие огромную вариативность в выборе пути Но эти локации достаточно однообразные и визуальными изысками не балуют Логично предположить, что большинство игроков начнут стенать и плакать от повторяющихся то тут, то там элементов Здесь также есть разнообразные враги и для каждого надо подбирать свой способ умерщвления Вроде бы звучит интересно А нет, на деле все портят уродский искусственный интеллект, любящий временами как следует потупить Про заскриптованность всего и вся вообще не хочется упоминать, потому что слезы мешают говорить В общем, порой глядя на них складывается стойкое ощущение, что дерево фикуса, растущее в горшке, может естественнее и свободнее вести себя, чем эти дубины Что же до любимой части, то бишь экшена, здесь все грустно Хоть от стелса и не следует ожидать чего-то стоящего в этом плане, но все же порой хочется лицом к лицу навалять своему оппоненту Так вот, если вы это любите, то забудьте об этой игре В открытую наш гоблин, конечно, может напасть И при этом вы можете успеть несколько десятков раз бешено прокликать грызуном удар Но все, что в ответ сможет сделать наш протагонист, это помахать в воздухе своей зубочисткой Никого не то, чтобы не убив, а даже и не докоснувшись до вражины Махач, если так можно выразиться, выглядит так Сначала враг размахивается и атакует В определенный момент вам с помощью соответствующей надписи предложат парировать удар Нажали один раз кнопочку Повторили данное действие 3-4 раза, отбились Нажали левую кнопочку мыши еще раз, посмотрели, как работает скрипт атаки Пошли дальше Ну и, конечно же, как не упомянуть о багах Здесь их много Например, враги могут вас заметить сквозь стену и отдубасить потом за милую душу Или подкрадываешься сзади к врагу, бесшумно валишь на землю и чик по горлышку Скрипт закончился, и тело взлетает, и сквозь стену улетает на юг Через секунду ты слышишь вопли из соседнего помещения, куда приземляется заколбашенный нами охранник И оттуда выбегает толпа злых засранцев, и они успевают нашпиковать тебя сталью прежде, чем ты понимаешь, что вообще происходит В общем, весело Итого! Как и ожидалось, данный проект остановился на статусе хоть и интересного, но все же середничка Отлично проработанный стелс элемент сталкивается с ужасно заскриптованными врагами-дебилами А отлично проработанный дизайн уровень упирается в визуальную однообразность и откровенно средненькую графическую составляющую Тошноту она не вызывает, но и восторга, мягко говоря, тоже Сюжет у игры интересный и со временем действительно может вызвать желание узнать тайну появления Стикса А заодно и несколько других не менее важных секретов Ну а на этом все, всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, смотрите наши новые обзоры и заходите на сайт игрыинфо.ру Там много всего интересного Всем счастливо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok